ТРЕВОРА ХЕНДЕРСОНА ГИГАНТСКИЙ КУКЛОВОД! Да, именно он его получает. Значит, само его название говорит о том, что он огромного размера. Из пальцев рук у него торчат нити, которыми он ловит свою жертву. И использует ее, ну то есть жертву, как марионетку, дергая ее за ниточки. Так ничего не подозревающие очевидцы попадают в ловушку. Есть достойные и недостойные, достойных людей он забирает на небеса. А недостойных используют в качестве марионеток. Аж мурашки пошли от страха. Ну что, уже испугались? Нет? Окей. Девятое место. Бог дорожных убийств. Скелетообразное существо, которое любит выскакивать на темные дороги, где водители от внезапности попадают в аварию. И если они еще не умерли, то это существо ломает им косточки. Жутко, да? Так написано в интернете. Когда я изучал про это существо, я сам был в шоке. Итак, восьмое место. Девочка Йо-Йо. Пожалуй, это лишь эта девочка выглядит как человек. Если не считать маску на ее голове, но поведение у нее точно не человеческое. Когда она была ребенком, то дети избегали ее. И ей было очень грустно. У нее не было друзей. А ее родители были заняты своими делами. Девочка просто одичала и сошла с ума. Так что, если встретите девочку ее, то бегите! Седьмое место. Марионетка. Хм, это та самая марионетка, которую гигантский кукловод использует для привлечения новых жертв. Выпив мозги своей жертвы, через нити поступает новое вещество, которое и управляет марионеткой, независимо от ее нити, за которые дергает монстр. Ну вот сейчас и правда становится очень страшно. Ну что, уже много трусов ушло? Остались лишь самые смелые. Отлично! Посмотрим, кто останется до конца и досмотрит это видео. Шестое место. Мультяшный код. Обычный с виду котик, но благодаря его вытягиванию конечностей, он превращается в гигантского монстра, ростом 3 метра. Любит съедать свою жертву, ломая ей все косточки. Кстати, картун или мультяшный кот, главный враг серена Голова. Они просто ненавидят друг друга. Кстати, говорят, что у мультяшного кота поворачивается голова. И он становится другим котом, которого так и зовут. Перевернутая голова. То есть в нем скрывается вторая личность. Пятое место. Достается старому детективу. Старый детектив подвергся научным изучениям. Внедрение в мозг детектора лжи. Но эксперимент провалился. Детектив сбежал и мутировал. Зловещее существо, которое боится людей. И страшится их. Прячется и убегает. Но это его нервирует. И он может внезапно напасть. Так что, детишки, не гуляйте ночью. А то встретите детектива. Или следующего нашего монстра. Четвертое место. Ходячее молочко. Или ходячее молоко. Что тут можно сказать? Руки, ноги и тело похожие на фрикадельки. Вместо головы пачка молока. Но я уверен, что внутри там не молочко. А нечто другое, типа как кислота. Гигантское существо, которое прячется в лесах. Кстати, это существо умеет управлять камерами. На расстоянии. Так как на всех его снимках было обнаружено искажение. Загадочные сцепи, да? Окей. Третье место. Эй, мужик, остановись на минуту. Вот так вот выглядит этот монстр. О нем коротко, ребята. Если вы его встретили, не оборачивайтесь и начинайте убегать. У него длинная история. То, как он стал таким. Если интересно, то почитайте в интернете. Второе место. Долговязая лошадь. Долговязая лошадь защитник людей. Она абсолютно безвредна. Ее цель предупредить людей о надвигающейся опасности. Если человек слышит треск с шеи или видит длинную шею существа, это означает, что катастрофа близка. Долговязая лошадь может предсказывать катастрофы и телепортироваться. Ребята, кто-нибудь видел долговязую лошадь? Избывалось ли у вас то, что она вас предупредила о чем-нибудь? Если да, напишите срочно мне в комментариях. Я с вами свяжусь. И первое место сиреноголовый. Мой любимый монстр. Смотрите. Я снял на камеру из окна своего дома что-то похожее на сиреноголового. Я боюсь лезть туда, чтобы проверить, сиреноголовый это или нет. Или что-то похожее. Может быть сиреноголовый меня уже нашел? Кто досмотрел это видео до конца? Вы настоящие смельчаки. Поздравляю вас. Подпишитесь на канал Нубастера, чтобы не пропустить не менее страшное видео. Уже совсем скоро. А с вами был Нубастер. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok